Музыка Безусловно, итоги сезона 2022 можно считать для Нобахор успешными. То, что мы заявляли до начала сезона, задачами на команду, на сезон, значит, для команды были следующие. Это попадание в Лигу чемпионов и реанимация бренда Нобахор, возврат футбольного клуба Нобахор в элиту узбекского футбола. Эти две цели были достигнуты. А все, что было дальше, то есть финал Кубка, борьба за чемпионство, это было как бы бонусом, учитывая то, что команда по ходу набрала определенные обороты и буквально до последнего тура держала в напряжении весь наш чемпионат и боролась за чемпионство. Что касается Кубка, то и здесь мы были близки. В целом, на итоговом собрании, во время речи, после игры, значит, Хаким четко и ясно сказал, что итогами сезона мы удовлетворены. Будем ставить следующие задачи. Вот, естественно, как и любой амбициозный человек, потому что в Нобахоре в этом году собрались все амбициозные, начиная от Хакима в области, заканчивая молодым футболистом, который выходил на поле составе Нобахора. У всех были амбиции. Естественно, хотелось большего, но по ряду обстоятельств мы этого не добились. Тем не менее, значит, считаю, что успех был и сезон можно только считать как успешный сезон 2022. Я неоднократно говорил во время пресс-конференции, все будет зависеть от стабильности. Будет стабильность, значит, соответственно, и будут результаты. Сегодня тренерский штаб, весь менеджмент клуба, значит, показали, что можем работать на уровне, что можем добиваться максимальных результатов. По большому счету, я считаю, что сезон 2022, ну, Нобахор должен был завоевать оба титула. Потому что, учитывая тот момент, что команда была собрана буквально в декабре месяце, учитывая, что это первый сезон, и так ярко заявить, наверное, немногим это удавалось за всю историю не только узбекского футбола, мирового, что за один год команда превращалась в драйвер такого, в лидера национального чемпионата. Поэтому, считаю, что мы должны были и тот, и тот турнир добиваться. Единственное, были вопросы, связанные с ресурсами, которых нам, к сожалению, по большому счету не хватило. Бороться на два фронта, и для этого нужны определенные ресурсы, кадровые ресурсы. Поэтому, считаю, что следующий год очень важен, потому что легко добиваться результата, но сложнее его подтверждать и выполнять какую-то стабильность. Я думаю, если задачи и условия для команды будут также созданы, как и в сезоне 2020-2022, то 2023 год станет определенным качественным скачком в дальнейшем развитии Новобахора. Ну, знаете, я сейчас совершенно однозначно могу сказать, что сезон 2020-2022 был самый интересный за всю историю современного Узбекистана. Почему? Потому что такого напряжения и такого накала до последнего тура, до последней минуты матча последнего тура, где определялся чемпион, такого, я думаю, что не было. Причем три команды претендовало. Плюс, наверное, скорее всего, детонатором вот этого вот успеха, это успех. На самом деле, был успех в организации турнира, был успех в интересе болельщиков. И, наверное, первая причина – это появление Новобахора. Потому что Новобахор появился и начал разрушать гегемонию определенных клубов, которые на протяжении последних лет доминировали. Поэтому считаю, что это самый интересный чемпионат на моей памяти таких захватывающих интересов и интересных, и, скажем так, держащих в напряжении до последнего тура чемпионатов не было за всю историю. То, что я наблюдаю, я думаю, и многие это подтвердят. Что касается темпа, совершенно однозначно могу сказать, что все игры Новобахора проходили в такой ожесточенной борьбе. Каждая команда под нас подстраивалась, на нас подстраивалась. И под нас подстраивалась, под наш стиль игры. Они, значит, тактические какие-то решения позволяли командам противостоять нам, несмотря на то, что где-то мы были в каких-то компонентах сильнее. И всему этому, конечно, предшествовало большие скорости. Вот все игры, которые проходили с участием Новобахора, я не знаю, болельщики, специалисты, наверное, смотрели, они проходили в ожесточенной борьбе. В ожесточенной борьбе. Поэтому, что касается наших игр, то мы у нас, конечно, еще инструментарии, значит, метрики технико-тактических наших и двигательных активностей. И все эти данные у нас есть, но все игры с участием нашей команды проходили на хороших скоростях, в хорошей борьбе. Поэтому, не знаю, к сожалению, конечно, когда мы наблюдали, как играют наши соперники, будущие, изучая соперников, мы наблюдали определенную особенность. Команды, которые с нами, с нами прям выкладывались на все сто, ложились под каждый мяч, боролись на каждом клочке. И, к сожалению, в других играх мы видели, что эти команды буквально разваливались и превращались в овеш. Это феномен для меня, но хочу сказать, что все игры Новобахора проходили на хороших скоростях. Наверное, хороший раздражитель был. Раздражитель как фактор появления новой команды. Раздражитель, ну, тренер Бабаян, которого все хотят тоже отобрать очки, так как все-таки по титулам, наверное, вряд ли кто у меня превзойдет. Но, естественно, каждый молодой тренер считает за честь отобрать очки. Может, это было условием того, что с нами команды преображались. Буквально все без исключения. Те даже, кто вылетел из чемпионата, тот же Кокант в игре с нами, это было что-то. Потом увидели, какие игры безвольный проводил Кокант, допустим. Я могу и другие команды назвать, но те же Козелкум, Джизак, это большие скорости, это борьба на каждом участке поля. Подытожив этот вопрос ваш, я хочу сказать, что все игры Новобахора, например, прошли на хороших скоростях. Хотелось бы, чтобы все команды выкладывались в каждой игре и показывали вот такой же одержимый футбол, как показывали против Новобахора. Интерес, который вызвал чемпионат у болельщиков, уровень, который показали команды, я считаю, это топ для того, чтобы тренер сборной смотрел в будущее, делал анализ и приглашал молодых футболистов, которые себя проявили. Вот посмотрите состав команды сборной, которая сегодня объявлена. Целая группа молодых футболистов появилась, это неспроста, потому что они показали себя в этом чемпионате. Я считаю, что для формирования сборной наш чемпионат прошел на должном уровне, и для тренера сборной есть хорошее подспорье в выборе футболистов, причем на всех позициях. Если мы раньше говорили, и тренер это объявлял, и в прессе это мусировалось, есть проблема в зоне обороны сборной, то в этом году посмотрите, сколько ребят провели на очень стабильном и высоком уровне именно игроки обороны. Сегодня Ашурматов, который пришел к нам, провел очень хороший сезон на Бахоре, Прехов скорее, стал на самом деле лидером национальной сборной. Я думаю, что это в том числе благодаря тому, что чемпионат прошел в очень интересной борьбе, в том числе, что он показал качественный футбол в составе на Бахора. Ну вот, давайте, я, наверное, повторюсь, все-таки для нас выборочно сказать, кто-то слабее, кто-то сильнее. Нет. С Новбахором все команды чемпионата считали, наверное, за честь отобрать очки. Я убираю в сторону лидеров, потому что, само собой, здесь уже борьба шла за доминирование в чемпионате. Но один тот факт, что мы практически обыграли всех лидеров, но потеряли очки с командами из нижней части таблицы, говорит о том, что шла одержимая борьба и с командами, которые были на вылете, и с командами, которые были в верхней части турнира таблицы. Поэтому у нас не было удобных соперников. Для нас все соперники, мы ко всем подходили одинаково, изучали, значит, строили свою стратегию. Где-то получилось, где-то нет. Опять-таки, это учитывая наши возможности кадровые. Но хочу сказать, что все команды для нас были одинаковые, одинаково сражались и хотели отобрать у нас очки. Наиболее, наверное, ярко, кто был против этих симуляций, я в своих после матча интервью говорил неоднократно, но то, что творил Джизак, это просто антифутбол какой-то. Да, есть мнение, что для достижения результата любые методы хороши. Я с этим абсолютно согласен. Но когда ты самоцелью ставишь просто симулировать и этим добиваться результата, то это может на каком-то этапе играть, но в долгу это не работает, что и показал. Джизак просто развалился из-за этой философии в конце сезона. Но один просто факт. Один факт. Мы глубоко анализировали матч, который мы сыграли в Намангане. Вратарь Джизака 22 секунды держал мяч в руках. Но мы не можем повлиять на эту ситуацию. На эту ситуацию может повлиять судья. Поэтому неоднократно к суде обращался во время матча. Он просто игнорировал. Конечно, я не могу ему указывать, но это просто неуважение к нам, к нашему футболу. Тем более парень, который это делает, он легионер. Он завтра поедет, будет рассказывать о нашем чемпионате, что такое в Узбекистане возможно. Поэтому я считаю, что это очень правильный вопрос. И мы должны с этим бороться. Начиная с первого тура в Новбохор, кто приезжал на наш стадион, занимались этим затягиванием времени. Как должен судья реагировать? Наверное, есть определенные механизмы. В частности, прибавлять время. В том числе и в первом тайме. Почему-то в первом тайме, как правило, прибавляется всего минута-две. Хотя те же акции они совершают. Например, в матче с Джизаки. В Джизаки мы играем в матче чемпионата. Команда борется за медали. С первых минут матча они выполняют вот эти непонятные свои действия. Затягивают время, симулируют. Но какой же это футбол в присутствии своих болельщиков? Мы вообще, вообще вся идея для болельщиков, мы работаем для болельщиков, чтобы они получали удовольствие. Я думаю, даже если они добиваются успеха вот таким методом, я думаю, болельщики не получают удовольствие. Это проблема, которую действительно мы должны решать. В том числе и это придаст темп игре, потому что все эти затяжки просто остановки. И в какой-то степени они останавливают развитие нашего футбола. Поэтому это действительно бич, против которого мы должны бороться. Это хорошо, что такие вопросы вы мне задаете. И я думаю, что надо с этим очень активно бороться. И в частности, этим в первую очередь должны помогать в развитии. Именно судейский корпус должен реагировать на это. Хронометраж. Одна борьба против вот таких ухищрений. Хронометраж. Он 22 секунды держит мячик. Это наказание. Это желтая карточка. Он в следующий раз не будет делать. Но мы должны реагировать. Почему? Потому что вот этот момент очень влияет. Ну, например, мы ставим задачу при своих болельщиках выиграть мяч. Команда приезжает заведомо. Ну, окей, если какие-то тактические решения. Игра от обороны или высокий прессинг. Окей. Но когда из 45 минут мы играем ровно половину, а все остальное мы смотрим, как кривляется и валяется. Ну, мы должны реагировать. Причем здесь уже, я думаю, механизм более жестче. Не только судьи. А после анализа игры должна и федерация вмешиваться, и ПФЛ вмешиваться. Ну, я говорю, вратарь Митрович, ну, это просто пародия на то, что он вытворяет. Такого нет, наверное, в мире, что он выполняет. Ну, это не его инициатива, сразу хочу сказать. Это инициатива людей, которые определяют стратегию развития того или иного клуба. Если ты не говоришь, естественно, футболист не будет этого делать. Но это и есть большой тормоз в нашем футболе. Надо реагировать, и причем жестко. Ну, смотрите. Во-первых, чтобы развивать женский футбол, чтобы развивать мини-футбол, я думаю, что это правильное решение. Было принято, что каждый профессиональный клуб должен иметь эти подразделения. Что касается Ю-21 и Ю-19, не соглашусь, что они как-то обделены. Они на полном контроле. Ю-19 у нас стали чемпионами страны. Ю-21 мы полностью омолодили. И в последние игры там играли 16-15 летние ребята. Это очень важно для нас, потому что мы пошли на это искусственно, но привлекли самых талантливых футболистов. А те, которым уже 21, естественно, мы уже дали путевку в большую жизнь футбольную. И, соответственно, мы поняли, что они не будут защищать честь Новобахора в дальнейшем, если Новобахор будет амбициозным. Поэтому по этим двум командам не согласен, что он не должен внимания. А что касается остальных подразделений, то есть, конечно, клубы, где материально-техническое обеспечение на должном уровне. Да, они могут и они обязаны это делать. Но сегодня Новобахор сделал огромный скачок в результатах команды. Огромный скачок в деле улучшения инфраструктуры, улучшения материально-технической базы. Естественно, что сейчас объять необъятное просто невозможно. Поэтому где-то они были обделены, но все условия для того, чтобы они планомерно и систематически участвовали в чемпионате, они получали от клуба. Какой выход есть в такой ситуации? Я несколько лет назад возглавляю флагман, у меня была такая история. Мы не уделяли много времени, например, женскому футболу, мини-футболу. Но мы делали акцент для того, чтобы там воспитывать молодых талантливых футболистов и футболисток. В частности, Людмила Карачик. Мы тогда омолодили состав женской команды, и у нас появилось много талантливых футболистов. Вот по такому принципу сейчас мы пойдем в Новобахоре. Мы команду, которая будет выступать на профессиональном уровне, просто соберем всех талантливых молодых футболисток и будем давать им шанс раскрыться. То же самое будет касаться и нашей мини-футбольной команды. Но то, что нет должного внимания, и они как отдельно от профессиональной команды, и клуб не уделяют внимания, я с вами не соглашусь. Просто учитывая наши возможности, значит, мы немножко пошли другим путем. И в следующем году, в частности, женская команда, это будут молодые футболистки, которые, я думаю, в дальнейшем себя проявят. Селекционная работа наша будет направлена не только для того, чтобы улучшить какими-то звездами первой величины, допустим, узбекского футбола. Нет, она будет направлена на то, чтобы привлечь еще и молодых футболистов, которые могли бы потихонечку вносить свою лепту в развитие Новобахора и в последующем становиться лидерами команды. Поэтому все зависит от того, какую мы работу проведем и какие будут возможности клуба. В любом случае, все, наверное, знаете, и мне дополнительно, наверное, просто не стоит говорить, но я напомню, где бы я ни был, в какой бы команде я ни был, чем бы я ни занимался, всегда для меня стоят максимальные задачи. Я по-другому не вижу. Я победитель, я буду стараться при любом раскладе добиваться максимальных результатов. Просто один пример. Команда в прошлом году была на 10-м месте, когда я принял команду, и была перспектива во втором круге бороться за выживание. Но эта команда по итогам второго круга стала второй. И мы вышли на определенный уровень и дальше начали развиваться. Поэтому и на следующий год, учитывая тот фундамент, который уже создан, я думаю, будут все игры Новобахора будут интересными, они будут привлекать болельщиков, и мы станем определенным драйвером для развития всего узбекского футбола. И плюс тот момент, что команда будет представлена на международной арене, постараемся и там, это будет впервые, гимн Лиги Чемпионов будет впервые звучать на стадионе Новобахора на Мангане. Постараемся и там добиваться максимальных результатов. 20-23 для Новобахора это борьба уже не на два, а на три фронта. Соответственно, все будет зависеть, как мы подготовимся к турниру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова